На нас падает честь вам рассказать об этом слух, но о чём немножко позже. Я Виктория Менкова, я живу в Израиле, и сейчас я вам расскажу, как, наверное, впервые в истории людей, в истории человеков, можно повернуть время вспять. Как впервые в жизни мы можем вернуться на пять лет назад? Хорош волноваться, да, я действительно немножко волнуюсь. Итак, друзья, я думаю, что редко найти сегодня человека, который бы не хотел зарабатывать в интернете. И действительно, в интернете есть деньги. Я не буду говорить о мошеннических способах, я говорю только о реальных деньгах. Есть много различных вариантов. Это инфобизнес, электронная коммерция, копирайтинг, блоги, реклама, реселлинг. Можно продолжать и продолжать. Но я сегодня хочу представить совершенно свежее, так сказать, направление, совершенно молодое направление бизнеса в интернете – это криптовалюта. Для того, чтобы рассказывать о криптовалюте, я понимаю, что это сочетание, ну, не совсем понятное. И в любом случае, если вы наберете картинки криптовалют, вы увидите массу разных вот таких вот монеток. Так что это? Какое отношение имеет к интернету? Итак, давайте чуть-чуть разберемся до того, как перейдем к теме нашей. Что нужно для создания криптовалюты? Крипто – вообще слово – это шифрование. Значит, это фактически валюта, созданная с помощью шифрования. Но если шифрование, то нужна программа. Да, нужна программа, которая генерирует, то есть создает определенный код. Чтобы было понятнее, вот я здесь нарисовала квадратик, в котором есть белые и черные точки. Вот такое сочетание – это и есть шифрованная монета. Подобных программ есть огромное множество, даже не более 80, а более 500. Почему идет сегодня бум криптовалют? Сделали криптовалюту, сделали программу, саму валюту, что делать с этим? Вот об этом мы сейчас и будем говорить. Для начала давайте вообще представить себе, что это такое. Если вы посмотрите на историю денег, то деньги всегда соответствуют уровню развития общества. Когда-то были камушки, потом были следующий этап, следующий этап, пришли к монетам, потом к золоту. Хотя, в принципе, золото обозначили, могли обозначить любой металл. То есть, это была история. На сегодняшний день мы пользуемся бумажными деньгами, немножко монетами. Но мы-то перешли в интернет. Посмотрите, пожалуйста. Мы здесь сидим в интернете, мы даже не задумываемся. Мы сидим в этой комнате, люди, из не знаю, скольких стран, не буду считать, но то, что больше 10 точно. А деньги-то остались старые. Значит, они должны были как-то адаптироваться к новым условиям. Одной из адаптаций – это так называемые электронные кошельки. Это веб-мани, это Яндекс.Деньги, Перфект.Мани. Но всё равно это те же банки, только которые в интернете. Так вот, я хочу вам представить с гордостью валюту будущего, действительно будущего. Это первый цифровой ресурс, который никак не связан с деньгами на земле. Производство, его хождение не связано с деньгами на земле. Мы отлично знаем, что любая валюта, доллары, рубли, роли не играет, не хватает, включают печатный станок и начинается инфляция. Так вот, здесь такого быть не может. Почему? Потому что в программе уже заложено, сколько монет будет выпущено. Например, в той криптовалюте, о которой мы хотим с вами поговорить, уже заложено, что будет выпущено 50 миллионов. Или в биткоине, самой распространенной, заложено, что будет выпущено 20 миллионов. Я думаю, что каждый из вас переводил деньги другую по каким-то причинам, неважно, пользовался переводом денег. И знаете, отлично, что всегда берется процент. Сегодня есть целая инфраструктура, которая живет только за счет вот этих переводов. Так вот, в эта валюта фактически может пересылаться любым способом и свободно от издержек. Сколько существуют бумажные деньги, столько люди борются с подделками. Каждый раз вводится какой-то новый водяной знак. Точно так же умельцы этот водяной знак добавляют на фальшивые деньги. И этот процесс бесконечный. Так вот, наша валюта, о которой мы говорим, она надежна, потому что она уже создана с помощью методов шифрования. И валюта глобальна, как интернет. Вот как мы не знаем границ, когда сидим здесь, вот в этой комнате, так и для этой валюты совершенно не важно, где вы находитесь. И не это все самое главное. Самое главное последнее. Она децентрализована. Она не подчинена людям и государствам. Нет криптовалюты, которую выпускает именно какое-то государство и регулирует, и следит за курсом и так далее. У этой валюты нет владельца. Если у вас есть кошелек и там есть монеты, то вы уже владелец. Вот это самое главное, что не зависит ни от политики, ни от макроэкономики, ни от чего. Только от спроса и предложений. Хорошо. С валютой. Все это классно. Есть у вас, что дальше? Каким образом, обычный вопрос, каким образом превратить это в деньги, как потрогать? Так вот, сегодня есть биржа криптовалют. Вот одна из бирж, на ней вы видите биткоин, неймкоин и так далее. Всего 5 самых крупных, до 10 самых крупных. А все остальные, то, что я говорила, более 500, о них никто не знает, и они не в хождении. А теперь, друзья, то, из-за чего я волнуюсь сегодня. Я хочу вам показать биржу НИКСЕ. И я с гордостью, потому что я первая об этом говорю, говорю вам, что, наконец, наша криптовалюта, о которой мы будем говорить сегодня, вышла на биржу. Вот стрелочка стоит, и номинал стоит 260 долларов. Друзья, почему так волнительно? Я сейчас вам расскажу. Значит, о биткоине, ну, почему биткоин, потому что это самая распространенная криптовалюта. О биткоине было заявлено в октябре 2008 года. В 2009, в январе появились первые 50 монет. И только в октябре они вышли на биржу. Наши начали майниться 15 мая. Сегодня у нас 9 августа. Мы уже вышли на биржу. О чём это говорит? О том, что темпы наращиваются. О том, что идёт всё намного быстрее. Вместе с тем, первая покупка на биткоин была сделана в 2010 году. За бешеную сумму была куплена одна пицца. Я не буду говорить, какие там биткоины, неважно. То есть, пока мисс биткоин вошёл в оборот, прошло очень много времени. Так вот, то, о чём мы будем сегодня говорить, это как раз уход от такого длительной раскрутки, от такого длительного времени. Хорошо, биржа. А где ещё можно применять криптовалюту? Естественно, я вам сейчас буду говорить на примере биткоина, потому что биткоин, что он был первый. Но он нам проложил дорожку. Нам идти легче. Итак, сегодня биткоины принимаются в сотни тысячах интернет-магазинах. Я вам советую в русском интернете, в Рунете, поинтересуйтесь. И там я нашла больше тысячи магазинов, где принимают биткоины. Достаточно много торговых точек, в которых есть вот такая табличка. Биткоин принимается здесь. Это уже сегодня. Это не будущее, это сегодня. Очень быстро Канада сориентировалась. Молодцы. В 2013 году они стали выпускать вот такие аппараты. С левой стороны, видите, аппарат, который просто выдаёт, меняет биткоины на доллары. С правой стороны вот этот аппарат стоит в Эстонии. Как он работает? У вас на сотовом есть изображение вашей монетки. Вы подносите к считывающему устройству, считывает и выдаёт вам доллары. Всё очень просто, друзья. Нам хорошо, потому что уже биткоины нам проложили дорожку. А что нам надо, чтобы наша монета заняла достаточно быстро своё место на бирже в экономике? Всегда нужно две составляющие. Нужна распространённость, как много валюты в обращении есть, и платформа, то есть и программное обеспечение, которое позволяет выполнять вот эти операции. Друзья, о биткоине в своё время знали достаточно много людей. Но посмотрите, сегодня имена вот этих людей нам известны. Почему? Потому что вы видите, там большими цифрами написано их состояние. Это состояние, которое сделано на биткоине. А вот маленькими того, что вы не видите, там написан возраст. Так возраст 30-35 лет. Почему? Потому что у молодых ещё не сформировалось, вот этого быть не может. Они воспринимают всё новое с распростёртыми объятиями. Вот сегодня у вас есть возможность вернуться в 2010 год, вот тогда, когда они начали создавать своё состояние. И, ну и не знаю, что будет через 5 лет. Возможно, вы кому-то будете тоже рассказывать или будете стоять вот в этом ряду. Итак, нам нужны две составляющие. Давайте посмотрим, что есть сегодня. Сегодня есть криптовалюта, которая называется JBC Gold Coin. Сегодня есть сайт, на котором есть кошелёк криптовалюты, где вы можете скачать. Криптовалюта наша отличается от биткоина в самом главном. Другой протокол майнинга. Ну, добычи валюты совершенно другой протокол. Потому что биткоин написан так, что чем больше монет намайнено, сделано, тем медленнее появляется следующее. У нас совершенно другая картинка. У нас не зависит от аппаратуры. На любой компьютер, даже самый слабенький, вы можете скачать этот кошелёк. И если компьютер работает 24 часа в сутки, то за год вы получаете 60% на то, что есть в кошельке. Или 5% ежемесячно на баланс, на то, что есть в кошельке. То есть монета у нас есть, это есть. И я вам хочу показать кошелёк реально, который уже работает, который уже майнит. И биржу я вам уже показывала. То есть всё у нас уже есть с точки зрения техники. Техника это хорошо, но, друзья, помните, я говорила, больше 500 монет, криптовалют есть. Да, но они не распространены. Сделать технику это даже не полдела. Может быть, одна десятая. Самое главное это распространённость. Самое главное, как много валюты в обращении. И какой спрос на валюту. Вот именно для этого и сделан наш проект. О нём расскажет, пожалуйста, Игорь Комендант. Добрый вечер, друзья. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Десяточки, двадцаточки, соточки. Сегодня, кстати, можно по соточке. Сегодня обязательно по соточке. Как раз в воскресенье, биржа, то есть всё абсолютно срослось так, как нам нужно. Давайте поговорим немного о факторах. На самом деле, в 2014 году в Китае стартовала рекламная акция GBC GoldCoin. И мы будем с вами говорить, что это за рекламная акция, достаточно подробно. В январе 2015 года эта рекламная акция выплеснула за пределы Китая на русскоязычный рынок. В мае 2015 началась добыча криптовалюты. В июле 2015 обновлен сайт. И сегодня, здесь ещё не написано. Так, я вижу, здесь много пишут. Да, я, ну, тех, кто любят эпистолярный жанр, придётся, наверное, закрыть. Хорошо, чтобы вы не мешали просто. И сегодня, в августе месяце, мы вышли на биржу. Это уже свершившийся факт, то есть от которого нельзя отмахнуться, как говорил Остап Бендер. Давайте мы сами двинемся дальше. Теперь очень важно для себя уяснить несколько цифр, да, это очень важно. Первое, это то, что GBC GoldCoin, одна единица, стоит или 1500 рекламных юаней, или 250 нерекламных долларов, обычных долларов. Да, вы видели, кстати, на бирже поставлена цена 260, да, то есть у нас в этом отношении, вот внутри рекламной акции, цена выгоднее, чем на бирже. Как же делать бизнес GBC GoldCoin, и давайте мы поговорим более подробно. На самом деле, есть очень простые правила, в которые включаются три элемента. Первое, это скачать кошелёк, приобрести одну монету GBC за 250 долларов и получать 60% годовых на текущий остаток, то есть сложные проценты. Второе, присоединиться к рекламной акции по распространению монеты GBC, получать рекламные монеты, которые можно продать или обвинять на криптовалюту по твёрдому курсу. Причём, вот это первое и второе, оно между собой совершенно не связано. Кто не хочет делать первое, пожалуйста, может делать только второе, кто не хочет делать второе, пожалуйста, делайте только первое. Я лично делаю и первое, и второе. Почему зарабатывать только в одном месте, если можно в двух, правильно? Итак, давайте мы сейчас с вами подробнее поговорим о первом пункте. Первое, скачать кошелёк. Вам нужно зайти на сайт, ссылку, которую внизу вы видите. Скачать кошелёк есть в трёх системах, или Windows, или Apple, или Linux. Приобрести монету GBC и получать 60% на текущий остаток. Сейчас вы видите перед собой скрин моего личного кошелька. Друзья, все вопросы потом, в конце. У вас будет возможность их задать. Вы видите скрин моего кошелька. Это мой личный кошелёк. Вы видите, что там есть три раза молоточки. Три раза молоточки – это начисление на майнинг, добытое доля этой монеты. И они зачислены за период, в котором я купил монету в июне месяце. И по 26 июля было три начисления, что в общей сложности вылилось где-то в 9% от одной монеты. То есть, посмотреть – это довольно-таки большое начисление за полтора месяца. Сейчас подходят ещё одни молоточки будут сегодня-завтра. Теперь, кто-то захочет заниматься рекламной акцией, есть тоже очень простые правила. Для участия в рекламной акции нужно приобрести один аккаунт, который стоит 1500 рекламных юаней. То есть, это не обычные юани. У юани, потому что родом монета из Китая, естественно, там валюта, которая уходит на юан. Эти 1500 юаней соответствуют 250 долларов. Каждый день и на следующий день начисляется, то есть на следующий и каждый день, 25 юаней каждый день. Из которых 16.7 можно вывести немедленно, а 8.3 откладывается на накопительный счёт для перехода на уровень ВИП-2 через 180 дней. Можно приобрести неограниченное количество аккаунтов, ровно столько, сколько вы захотите. Есть часто задаваемый вопрос касательно рекламной акции. Окей, это же надо людей приводить, а что делать, если я не умею приводить? Я вот живу в пустыне, вокруг меня вообще нет одного человека, нет. Я боюсь на улицу выйти, я боюсь рот раскрыть и так далее. Я часто слышу такие слова. Друзья, здесь даже если человек ничего не делал, всё равно он свои деньги может приумножить. Итак, есть три этапа. Первый этап, это называется ВИП-1. Когда вы присоединяетесь и по прошествии 180 дней у вас есть два варианта выхода. Первый вариант, это вы получили 250 долларов и приобрели одну криптовалюту. И второй вариант, вы перешли на второй ВИП-2. То есть, получается, за первые 180 дней у вас 100% прибыли. Второй вариант, это тогда, когда вы перешли на ВИП-2, каждый день с того момента, как вы перешли, вы получаете 50 монет вместо 25. Опять же, первый вариант выхода, вы можете получить, забрать свои 500 долларов и получить две криптомонеты. Или же перейти на третий вариант, ВИП-3, который является последним. Каждый день вы получаете по 100 монет. То есть, вы получите 2000 долларов и по исходу это получите 4 криптомонеты. Теперь, что будет, если, допустим, самый плохой вариант, я вообще ничего не делаю, вообще не знаю, вот вложил 250 долларов и совсем о всём забыл. Через полтора года вы получите на выходе 4 криптомонеты. Теперь вы видели сами на бирже сегодня курс 260 долларов, умножьте на 4, и вы поймёте, сколько вы получите дохода на ваши вложенные 250 долларов. Но, естественно, нас интересует распространённость. Распространённость появляется только тогда, когда люди действуют, тогда, когда они рассказывают, тогда, когда они распространяют информацию. И поэтому есть начисления за рефералов, которые очень-очень даже щедрые. За каждого приглашённого реферала, лично приглашённого, вы получаете начисление 300 юаней, то есть, что касается 50 долларов. Второе. Каждый реферал в организации, каждый реферал в организации даёт вам 28 центов долларов США. 28 центов, или 1.67 юаня. Каждый день, не имеет ни малейшего значения, что он делает, не делает, занимается, не занимается. Вы сделали один раз работу, реферал пришёл, или ваши люди, ваша организация сделали один раз работу, реферал пришёл, и каждый день на протяжении 180 дней, за то, что реферал да существует, вы получаете от компании 28 центов. Начисление. При переходе на ВИП-2, ВИП-3, вы получаете, соответственно, вместо 28 центов, вы получаете 55 центов, и когда вы достигаете ВИП-3, вы получаете доллар 11 центов. Друзья, это колоссальные деньги, вы сейчас в этом убедитесь. Вот, пожалуйста, посмотрите, каким образом у нас строится организация. Правила очень-очень простые. У нас есть всего лишь 9 человек в ширину и 9 человек в глубину, то есть, ну, 9 умножить на 9, да? Вот, и это колоссальное, конечно, количество народу для тех, кто сможет заполнить, если он придёт в первый уровень 9, потом у него во втором уровне есть 81, потом в третьем 729, потом в четвёртом 6561. Естественно, это получается очень много людей, очень много людей, только до четвёртого уровня. Возьмите, потом посчитайте сами до девятого уровня. Колоссальное количество. Если вы с каждого человека, который есть у вас, вот на ширине 9 и в глубину 9 получаете 28 центов, вот, когда на ВИП-1, друзья, это колоссальные деньги, колоссальные деньги, потому что вот, даже посмотрите, мы сделали подсчёт, для того, чтобы зарабатывать 100 долларов в день, вам нужно всего лишь иметь в организации 370 человек. 100 долларов в день это равняется 3 тысячам долларов в месяц, что, в общем-то, на сегодняшний день это очень даже неплохая зарплата, которую, ну, люди с удовольствием имели бы, да? Вот, и я могу сказать, что я знаком с людьми, которые имели организации по 50, по 60, по 100 тысяч человек, ну, записанные на бумаге, то есть они строили, строили, работали, и год, и два, и три, и десять, вот у них вот эти большие организации, они записаны на бумаге, на самом деле, этой организации, потому что, если люди ничего не покупают, если люди ничего не продают, в общем-то, они ничего из этого не получают, кроме морального удовлетворения, что у них есть, можно, возможно, гордо сказать, что у них в организации 100 тысяч человек. Здесь, если у вас 100 тысяч человек, вы будете очень устроенный человек в жизни, поверьте мне. Далее. Криптовалюта GBC приобретается у спонсора, или по постоянной цене, или на бирже, то есть эта опция на бирже появилась сегодня, так что добро пожаловать, за 260 долларов вы можете спокойно приобрести монету на бирже. Друзья, вот Виктория говорила о том перезагрузке, о возврате времени, петля времени, да? Помните, когда она говорила такие фразы, что как бы можно вернуться назад? Так оно и есть. Вы видели этих красивых молодых парней, да, пятеро или шестеро фотографий, на которых показывала, которые не упустили в свое время свою возможность связаться с биткоином и заработали на этом колоссальные деньги. Конечно же, на сцене они показывали пальцем, все говорили, что войдет, какие-то непонятные коды какие-то. Никто, кстати говоря, среди тех, кто пальцем показывал, был и я, потому что я считал, что совершенно непонятно, кто за эти биткоины будет что-то покупать. Вот, и тем не менее, ребята, как вы видите, сделали большое состояние. Поэтому люди ищут возможности своей мечты, но пропускать возможности перед своим носом. Поэтому, друзья, не пропускайте свои возможности. Я хочу завершить свое выступление словами одного персонажа из Джека Лондона, кто читал, есть, так и называется, «Время не ждет». Человек, который с простого погонщика собак превратился в одно из самых богатых человеков в Калифорнии, или, может быть, в США. Вот, и его приговорка все время была, он говорил, «Время не ждет, время не ждет». Он был такой очень быстрый, очень энергичный. Друзья, действительно, «Время не ждет». Рекламная акция, натонная рекламная акция, что имеет свое окончание. Поэтому «Время не ждет», давайте действовать. Все теперь у нас есть для того, чтобы полностью преуспеть. Все, друзья, я благодарю вас за внимание. Теперь я для того, чтобы отвечать на вопросы, я переду обратно микрофон своему партнеру Виктории. Виктория, пожалуйста, микрофон у тебя. Добрый вечер, наверное, еще раз. Можете писать мне вопросы любые, где можно приобрести монету за 250 долларов. Ну, наверное, еще в ближайшую неделю можно будет приобрести у людей, которые привезли к нам в Рунет эту программу у Дениса Басуева, а потом, наверное, только на бирже, я так думаю. Но нет звука, это не ко мне. Какой порядок, как выводятся деньги из кошелька? Вы имеете в виду уже криптовалюту? Из кошелька мне непонятно, из какого кошелька. Пожалуйста, уточните. Так. Есть ли первый кошелек и второй вариант? Нет, друзья, давайте разделим рекламную акцию и кошелек. Хорошо? И криптомонету. Значит, вы получаете живую криптомонету на каждом этапе. Если вы выходите, если вы не выходите из проекта, то получаете в конце 4 криптомонеты. Плюс к этому у нас постоянно проходят какие-то промоушены, в результате которой тоже начисляется криптомонета, с одной стороны. И с другой стороны вы можете криптомонету эту купить. Сегодня еще не на бирже. Я думаю, еще немножко и только на бирже. Подключаетесь вы один раз. Вы хотите два варианта, подключаетесь один раз. Заходите в клуб один раз. Так, Игорь пошел за пивом, это хорошо. Когда вообще началась рекламная акция GBC? Значит, она началась в августе прошлого года только в Китае. И вообще, вот этот закрытый клуб вначале был рассчитан только на Китай. Совершенно случайно. Ну, потому что у нашего спонсора, друзья, лучший партнер там в Китае, совершенно случайно привели нам в Рунет. Это было 14 января этого года. Вот, собственно, рекламная акция не такая большая. Если я купил сегодня 4 акционных монеты и 3 аккаунта зарегистрировал, так можно делать там только имейлы разные. Смотрите, друзья, для того, чтобы, если вы приобретаете аккаунты просто для себя, вы должны поставить только разные логины. Даже имейлы могут быть одинаковые. Только логины разные. Еще вопросы, пожалуйста. Нет вопросов. Я хочу немножко подвести итог. Я не зря. А, в рекламной акции зашла. Кошелек не скачивала. Смотрите, кошелек можете не скачивать, пока вам туда ничего, в кошелек не должно прийти. Как только вам в кошелек что-то должно прийти, вы скачаете, это минутное дело. Это совершенно быстро делается. Я хочу еще раз вернуться к тому, что вы услышали. Я хочу еще раз все-таки подчеркнуть, что мы находимся с вами в 2010 году. Это очень важно. Только у нас это идет все намного быстрее, чем шло у биткоина. Почему? Потому что для раскрутки нашей монеты применили совершенно необычный маркетинговый ход. Применили ход, при котором компания нам дает возможность с одной стороны заработать, с другой стороны зарабатывая, сделать модель спроса. То есть модель купли-продажи вот этих рекламных монет внутри нашего клуба. То есть фактически нас приучают вот здесь вот спрос и предложения с тем, чтобы потом выйти на биржу. Поэтому это будет все идти намного быстрее, чем у биткоина шло. Понял, я сделал логин. Да, совершенно. Совершенно точно.